Психолог Сергей Насибин разъясняет, можно ли наверстать упущенное время, как наладить общение внутри семьи и выстроить здоровые отношения между отчимом и ребенком. Человек, который живет прошлым, рискует не наверстать упущенное, поскольку таким образом он все дальше уходит от реальности. Никто не говорит, что прошлое нужно игнорировать, важно сделать из него правильные выводы, определить верный шаг в настоящем моменте и сделать его. Помните, возможности у вас не только были, но и есть, и главное, еще будут. Перестаньте жалеть о прошлом и начните смотреть только вперед. Если ваш предыдущий опыт был неудовлетворительным, это никак не ставит крест на вашей реализации себя как личности сейчас. Все мы совершаем ошибки и промахи, набиваем шишки, важно переработать этот негативный опыт во что-то положительное и ценное для нас. Тот факт, что сегодня у вас нет детей и вы не реализованы в профессиональной деятельности и жизни, вовсе не говорит о том, что вы никогда не сможете быть реализованы, как мать, и никогда не сможете реализоваться профессионально. Чтобы не жалеть в будущем об упущенных возможностях, нужно чаще думать о настоящем. Даже если вам будет очень сложно и на реализацию задуманного понадобится много времени, нужно вставать и идти навстречу мечте, лучше сделать и пожалеть, чем жалеть о том, чего не сделал. Чувство сожаления всегда внутри себя имеет сильный заряд потенциала к реализации наших потребностей. Поэтому сожалеть – это неплохо, если это чувство возникает, значит у нас прямо здесь и сейчас есть возможность сделать что-то, чтобы реализоваться. Как выстроить здоровые отношения между ребенком и отчимом? Советы психолога. Нельзя требовать от ребенка любви к отчиму и наоборот. Отчим не обязан любить вашего ребенка. Необходимо уважение, а любовь может сформироваться постепенно, либо же вовсе не прийти, и это тоже абсолютно нормально. Нельзя допускать, чтобы ваш новый муж оскорблял ребенка. Отчим должен отдавать себе отчет в том, что он вправе требовать от приемного ребенка, а что нет. Однако поддаваться на детские провокации тоже не стоит. Часто дети игнорируют замечания отчима, спекулируя тем, что тот не родной отец. Отчим должен постараться наладить контакт с ребенком, а не наоборот. Здесь важно помнить, что воспитывать – задача родной матери, а он может давать дружеские советы, помогать в некоторых ситуациях, но не заниматься нравоучениями. Однако мужчине сразу нужно установить границы допустимого в отношениях и четко следовать установленным правилам. Если между мужем и ребенком произошел конфликт, маме лучше занять нейтральную позицию. Можно по очереди поговорить с каждым из них, помочь им разобраться в своих чувствах по отношению к случившемуся, но при этом не быть спасателем в этой ситуации – это ничем хорошим не кончится. Помните, конфликты – это часть нормальной коммуникации между людьми, однако, чтобы ссоры не перерастали в сложные отношения, нужно уметь разрешать их правильно. Не стоит постоянно пытаться предотвращать конфликты, дайте возможность мужу и своему ребенку проявить эмоции. Здесь основная задача – находить конструктивный выход. Отчим должен иметь право сказать, что его не устраивает, а ребенок должен иметь право ответить. Важна форма, в которой это будет происходить, а это поддается корректировке. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...